Приветствую зрителям канала! Сегодня на распаковке из F-магазина очередная блесна от фирмы Герман. Это колебалка и не зацепляйка. Но если от предыдущей блесны, у которой была интегрированная система от зацепов, здесь используется огромный двойник с залитой пластиком проволочной рогулькой. Причем длина проволоки очень маленькая. На мой взгляд, этого не должно хватить. Размеры двойника устрашающие. Несмотря на то, что указано хук мустат, на мой взгляд, ни один мустат тут не пострадал. Потому что довольно неаккуратно выполнено жало. Придется подтачивать. Ножик я куда-то закинул, поэтому продолжаем вскрывать руками. Внутренняя сторона какого-то темного металла получилась у них, не очень блестящая. Довольно интересная форма в целом. Широкий карасик золотой. С имитацией чешуи и ребром жесткости. Не знаю для чего, но выглядит довольно интересно. Плюс оранжевая сторона полоса сбоку тоже несколько оживляет картину. Вот так выглядит система не зацепления у этой блесны. Не знаю, насколько она эффективна. В данном случае точно работать не будет. Поэтому нужно развести проводки, хотел сказать. Кончики проволоки. Во-первых, в стороны. Во-вторых, чуть выше крючков. Чтобы то, что вокруг блесны пролетает при ее проводке, обходить могло хоть как-то эти двойники. Вот примерно так оно должно быть. Так попробуем чуть в сторону. И здесь чуть в сторону. Ну, проволоку, конечно, сэкономили. Что-то вот такое должно выйти. Не знаю, насколько эффективно. Двойник для щуки, наверное, все-таки более-менее подходящий. Ну и подточить бы его не мешало. В целом он довольно острый, но не очень аккуратно сделан. Думаю, что все-таки не мустат. Сама конструкция, видите, здесь залита с помощью пластиковой такой прямоугольной штучки. Которую еще, видите, с облоем, который неплохо бы убрать. А то уж выглядит совсем по-босяцки. Ну, он ломкий. Не знаю, сколько эта конструкция проживет и насколько оно эффективно защитит двойник. Посмотрим. Ну, по крайней мере, в том виде, как я сейчас его выгнал, хоть какие-то шансы вы спастись от зацепа имеете. Как она лежит в коробочке, ну, будем считать, что это транспортировочное положение. Так, кого конкретно имитирует блесна в плане того, что есть ли у нее какой-то прототип, к сожалению, не знаю, хотя форма какая-то на удивление знакомая. Ну, не ложка, конечно, она. Что-то другое. Так, вес заявлен 15 грамм. Изнутри присутствует логотип и вес указанный. Так, а снаружи блестящая желтая чешуя и оранжевая полоса. Давайте посмотрим, сколько весит блесна. Так, при заявленных 15 грамм 17,5 граммов, но я думаю, гигантский этот двойник примерно столько и весит. То есть разница в блесне. Блесны в весе. Так, давайте посмотрим. Понятно, что внутри черный металл. Ну, если не на море ловите и не оставляете блесну надолго в воде, какое-то время она ржаветь не будет. А может быть, вообще не будет, если достаточно аккуратно сделано. То есть, если нет каких-то там прорех в покрытии. Посмотрим, насколько себя хорошо покажет. За счет... Ну, в целом, довольно неплохо выглядит. Может быть, так и должно быть. То есть, двойник такой достаточно крупный, но и защищенный. Либо они просто на разных блеснах своих ставят одного размера двойники. Посмотрим, в целом, работоспособность этой конструкции. Возможно, стоит переоснастить блесну... Ну, это будет ясно уже после рыбалок. Привлекает ли она рыбу и защищает ли эта конструкция от зацепов хоть как-нибудь. Тем, кто смотрел распаковку, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь. Всем пока. Продолжение следует...